МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Люди бросаются под колеса поездов и выпрыгивают из окон. Сезонная депрессия захлестнула город, выводит из равновесия и подталкивает к самоубийству". День учителя начали отмечать в городе. Педагогов наградили за профессиональное мастерство три десятка преподавателей заслужили признание коллег и учеников. Поезд в ГИК-95 прибыл в Новосибирск. Именитые выпускники и преподаватели Института кинематографии путешествуют по стране, чтобы снять фильм к юбилею Великой Победы. Об этом и не только расскажут корреспонденты новосибирских новостей. Здравствуйте. Жители многоквартирных домов, которые вынуждены мерзнуть в квартирах из-за нерасторопности управляющих компаний, могут получить перерасчет. Об этом заявили в Комитете по энергетике. Но рассчитывать на уменьшение коммунальных платежей могут лишь жильцы тех домов, где нет счетчиков тепла. И в большинстве случаев компенсацию придется требовать у управляющей организации, а не у энергетиков. Перерасчет к теплоснабжающей организации не будет производиться. Почему? Потому что в данном случае теплоснабжающая организация обеспечивает надлежащим образом параметры. Это уже вопросы к управляющим. Если же в доме установлен прибор учета, а батареи чуть теплые, то перерасчет должна сделать теплоснабжающая организация. Правда, как отмечают энергетики, проблем с отоплением сегодня практически нет, за исключением локальных. Незначительные дефекты в самих зданиях должны устранить в ближайшее время. Пока отопительный сезон проходит без серьезных сбоев и крупных аварий. Но спасатели всегда готовятся к худшему варианту развития событий. Насколько быстро и слаженно ликвидируют последствия ЧП, проверили сегодня во время учений на газовой котельной в Дзержинском районе. Ольга Маховская наблюдала за ликвидацией условной аварии. По легенде, в котельной взорвался один из агрегатов. Пошел газ. Первого пострадавшего находят через минуту. За пять его эвакуируют. Авария хоть и учебная, но нервничают, кажется, все. Добровольцы не могут справиться с носилками, а спасатели слишком торопятся освободить жертву из-под завала. Стой! Стой! Старший ко мне! Тут же проводят детальную работу над ошибками. Главные из них, как ни странно, самые простые. Ты понял, что говорят? Они ему сейчас ногу лепой перевезли. Просто ногу перевезли лепой. Звони браток, мы поторопились. А браток уже потерялся с ним. Но чтобы этого не было, никаких ажиотаж. Мы сами себе, честно, обсуждаем в коллективе той группы, которой проводились эти работы. Спокойно, адекватно обсуждаются недостатки, которые были сделаны. И это позволяет нам в дальнейшем выполнять более качественно свою работу. Но предела совершенства нет. Чтобы уцелели все, важно не спешить. Команды «Стоп» и марш на исходную в условиях реальной опасности прозвучать не могут. Ольга Маховская, Алексей Индробаев, Новосибирские новости. Осенняя депрессия одолела. Именно на сезонную хандру психологи списывают участившиеся случаи суицида. За последние дни уже несколько человек покончили с жизнью. Некоторых удалось спасти в последний момент. Как, к примеру, жительницу Бердска, которая влезла на световую опору стадиона. И вот буквально вчера мужчина упал на рельсы станции метро «Заильцовская». Очевидцы говорят, он якобы просто равновесие потерял. Так в чем же причина этой массовой неуравновешенности, разбирался Павел Теунов. Студенты технического университета обходят это место стороной. Здесь на прошлой неделе было обнаружено тело их преподавателя. Полицейские, которых экстренно вызвали на место происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружили. И сразу предположили, что мужчина покончил с собой. Евгений Гаврилов проработал в НГТУ больше 35 лет. Руководил Центром информационных технологий. В тот роковой вечер его видели в университете. Но никто и предположить не мог, что преподаватель выбросится из окна своего кабинета на третьем этаже. Несмотря на небольшую высоту, Гаврилов погиб мгновенно. Предсмертные записки сыщики не обнаружили, но и уголовное дело заводить не стали. Выяснилось, что за несколько дней до случившегося мужчине поставили диагноз депрессии. Было ли обострение того же заболевания причиной суицида мужчины в метро через несколько дней, сейчас выясняют следователи. Молодой человек бросился прямо под поезд. Станция Красный проспект, как и само движение по ветке, было парализовано. Личность человека установлена. Это мужчина, житель города Новосибирска, 1983 года рождения. Там по видеозаписи уже все это проверили, посмотрели. Человек сам прыгнул под электропоезд. А вот жительницу Берцка, которая вчера забралась на осветительную вышку стадиона, полицейским удалось спасти. Несколько часов она провела на высоте, как позже она рассказала, пыталась поговорить с Богом. Чтобы спустить девушку с небес на землю, спасателям пришлось закрепить на ней альпинистское снаряжение. Специалисты уверяют, всплеск суицидов – результат осеннего обострения. Люди с неустойчивой психикой в этот период не в силах справиться с проблемами сами и не могут попросить о помощи. В определенном смысле это и отражение состояния общества. В том обществе, где гуманное отношение к близкому, где человечное отношение к другому приемлемо, принято и происходит, людям обращаться за помощью проще. Психологи говорят, основная причина суицидов – безразличие окружающих, порой даже близких людей. Павел Теунов, Роман Семенов, Новосибирские новости. Сегодня официально стартовал осенний призыв. Ряды вооруженных сил пополнят 3000 новобранцев из Новосибирской области. Таков план комиссариатов. Каждый призывник получит банковскую карту, на нее будут перечислять денежное довольствие. Как и весной, солдатам выдадут специальные электронные карты. Это современный аналог военного билета. Срочники теперь могут выбирать служить год по призыву или два по контракту. А уклонистам, кроме запрета работать в муниципальных и госструктурах, грозят еще и увеличением штрафа. Они наказываются штрафом до 500 рублей. Вот законодательная инициатива, которая, я думаю, будет проведена, предусматривает эти штрафы уже нижний порог, если не ошибаюсь, от 1000 и до 5000 рублей. То есть много это или мало, тут уже не буду про это говорить, но по крайней мере оно будет приведено к современным реалиям. К другим темам в преддверии профессионального праздника сегодня чествовали учителей. Больше 16 тысяч педагогов работают в школах города. Лучших из них накануне Дня Учителя наградили. А тех, кто заслужил признание и коллег, и учеников, репортаж Анны Кондратенко. В разоренной болгарской деревушке, слежком две недели умирала она от дифа. Под музыку Бетховена и стихи Тургенева в 11-й гимназии проходит «Нет, не урок литературы, а ОБЖ». Учитель Евгений Улахович объясняет, казалось бы, довольно скучную тему – международное гуманитарное право. Тематика, конечно, это федеральная программа. Но каждый учитель в рамках своей деятельности может эту программу немного расширять, для того, чтобы детям было интересно, познавательно, поучительно. Я пытаюсь это делать, и, судя по наблюдениям, дети приходят ко мне на уроки с удовольствием. Несмотря на то, что по ОБЖ не нужно сдавать никаких экзаменов, на уроках Евгения Улаховича всегда аншлаг. Сейчас очень опасно жить, я считаю, и поэтому ОБЖ стал очень важным предметом, на котором нужно слушать и изучать такие темы. И вот Евгений Дмитриевич, я считаю, это такое очень редко бывает с учителями, когда он может и хорошо объяснить, но при этом урок проходит ненудно. В этом году Евгений Улахович среди лучших педагогов Новосибирска. Сегодня их поздравили губернатор и мэр. Мало дать сумму знаний, надо вырастить их, вырастить из них нравственных людей, надо вырастить из них граждан нашей великой России. Ежегодно в школы приходят работать по 200 молодых выпускников, а остается из них половина. Это неплохой результат, тем более, что молодым проще найти язык с новым поколением. Сейчас уже ушло то время, когда учитель, скажем так, был царь и бог, был тот, на кого нужно молиться и за кем нужно идти. Учитель сейчас сам должен подталкивать учеников в том направлении, куда им идти, и только смотреть, чтобы они не сбились с курса. То есть, условно говоря, мы должны обеспечивать учеников образовательным процессом, а они уже должны сами в нем, скажем так, вариться. Но как бы современные технологии не влияли на процесс обучения, авторитеты и личность преподавателя могут дать ученикам больше. На самом деле дети очень часто удивляются, когда учитель в курсе всех интернет-технологий и еще и указывает на ошибки, которые есть в нашем пространстве интернет. И в связи с этим возникает новый совершенно диалог по поиску информации и даже корректировки. Празднование Дня Учителя и награждение лучших педагогов продлятся в Новосибирске всю неделю. Анна Кондратенко, Роман Семенов, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Судьбу городовичка, а также других памятников, монументов и символов решит общественный худсовет. Его создадут в помощь чиновникам мэрии. В художественный совет может войти любой желающий, разбирающийся в дизайне и архитектуре. Первый проект на рассмотрении – памятник труженикам тыла. Конкурс эскизов уже стартовал. Также нужно будет определиться и с памятником первому кинотеатру. Его установили недавно на площади Ленина, но коммерсанты разместили на нем логотип компании. К работе художественный совет приступит в декабре. Один человек считает, что нужно увековечить чью-то память, другой считает, что это не настолько важно. И когда этим занимаются в мэрии люди, которые, так скажем, не очень много здесь специалистов, было бы гораздо полезнее, если бы действительно это обрабатывалось на художественном совете и вносился бы уже какое-то такое предложение. Кинопоезд в ГИК-95 прибыл сегодня на вокзал Новосибирск-Главный. В честь юбилея Всероссийского государственного института кинематографии студенты, преподаватели и почетные выпускники вуза колесят по стране. В каждом городе, где поезд останавливается, снимают фрагмент фильма «К 70-летию победы в Великой Отечественной». Станислав Якушевич продолжит тему. Скромно обозначены в расписании, как 930-й почтово-багажный поезд Москва-Владивосток на самом деле передвижная культурно-просветительская акция и съемочная площадка, посвященная старейшей киношколе страны. Вот уже больше недели поезд в ГИК-95 следует по России. Первыми на перрон выходят студенты кафедры телевидения. День за днем они снимают дневник кинопоезда. Им активно помогают будущие актеры. Несмотря на накопившуюся усталость, они закружили в танцы встречающих их артистов. Вместе со студентами в поезде едут именитые выпускники – актеры и режиссеры, педагоги в ГИКа. Они проведут мастер-классы, творческие встречи. Так Наталья Бондарчук расскажет о мемуарном кино и покажет фрагменты своего нового фильма «Сказки». И я счастлива ехать через города и веси по нашей огромной стране, чтобы добраться сюда в Новосибирск. Думаю, что мы привезли сюда лучшее. Лучшее – это молодежь в ГИКа. Я уже с ними выступала, я знаю, о чем говорю. Пока звучат приветственные речи, студенты факультета неигрового кино сразу отправляются на съемку. График у них напряженный. В каждом городе они снимают фильм о ветеранах Великой Отечественной. Говорят, затягивает. В Омске чуть на поезд не опоздали. Герои наши разговорились, мы сидели с ними, снимали их. Нам через каждые пять минут начали звонить, кричать, где мы, где мы. Но работа идет, и мы не должны прерываться. Дать студентам возможность изучить кинопроизводство на практике – главный принцип киношколы. Для этого во ВГИКе есть собственная учебная студия, где все делают сами студенты. Формируется полностью студенческая группа – режиссер, оператор, продюсер, звукорежиссер, художник. И студенты все делают сами, каждый по своему участку, по своему направлению. Кроме того, поезд ВГИК-95 – редкая возможность для местных режиссеров, аниматоров, начинающих актеров посоветоваться и даже заручиться поддержкой мастеров искусств. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости. Представители итальянской делегации, которые участвуют в инвестиционном форуме, сегодня встретились с Анатолием Локтем. Мэра больше всего интересовало мнение заграничных экспертов о развитии нашего города. Некоторые проблемы, актуальные сейчас для Новосибирска – это и пробки, и нехватка земли – итальянцам знакомы давно. Гости с Апеннинского полуострова готовы поделиться опытом в решении этих вопросов. Кроме того, иностранные бизнесмены, представители крупных компаний хотят внедрять и развивать современные технологии в Сибири. Вопреки санкциям, вопреки тем барьерам, которые воздвигаются политиками, которые сегодня доминируют в Европейском Союзе, они говорят о другом Европейском Союзе, это их слова, о том, что они намерены развивать взаимоотношения. И, кстати, этот приезд, вот эти встречи, они носят более такой оттенок, показать, что есть и другая Европа, есть другие европейцы. 20 тонн польских яблок обнаружили инспекторы Россельхознадзора. Фрукты эти ввозить в Россию запретили еще летом, но коммерсанты все же попытались продать их в Новосибирске, хотя эту партию везли из Белоруссии в Казахстан. Запрет на ввоз такой продукции распространяется только на территории Российской Федерации, а Казахстан и Белоруссии эти запреты не действуют. Если бы она проследовала по тому маршруту, который был ей прописан, то как бы нарушения никакого бы и не было, скажем так. Поэтому это даже можно назвать не выдворением с территории России, а просто контроль по доставке ее по месту назначения по документам. Неудачная попытка продать польские яблоки для водителя закончилась штрафом. Документы, сопровождающие груз, инспекторы Россельхознадзора передали в Сибирскую оперативную таможню. А 20 тонн фруктов отправили дальше. Машина с яблоками пересекла государственную границу и уже находится на территории Казахстана. Инспекторы, кстати, могли конфисковать фрукты и передать их в зоопарк. Здесь подводят итоги акции по сбору излишков урожая. Посетители зоопарка принесли животным больше двух тонн фруктов. И несмотря на то, что акция закончилась, люди продолжают привозить мешки с картошкой и кабачками. До января месяца все запасы, которые сейчас у нас имеются, именно этих овощей, мы сможем хранить. То есть до января, до начала февраля мы сможем кормить животных, добавлять в рацион именно эти овощи. А овощи, те, которые портятся, ну, достаточно быстро, такие как, допустим, капуста, огурцы, помидоры, мы старались кормить животных в первую очередь. В зоопарке практически ни от чего не отказывались. Дары пришлись по вкусу животным. Так бурые и гималайские медведи особенно любят морковь. Из овощей животные получают витамины, которые так необходимы перед наступлением зимы. Это все новости к этому часу. Следить за последними событиями поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. А также сайт «Новосибирские новости». Здесь, к примеру, можно узнать о причине сегодняшних рекордных пробок. На этом наш выпуск завершен. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова